Всем привет дорогие друзья! Всем привет! Папа! Привет! Короче говоря, еду я делать брови. Наконец-то созрело. Так что смотрим как было. И следующее включение будет как стало. Едем! Всем привет! Что сейчас будем делать? Будем стричься. Будем стричься. Итак, было. И следующее включение будет когда стало, да? Да. Ну, вперед. Поехали. Покрути головой. Друзья, привет! Сейчас мы в городе. Я пошел стричься. А вы что же мы в городе-то? Почему? Надо. Надо, надо. Да мы на больничном, потому что. Да, мы на больничном. И заодно вот после больницы, после приема поехали в город. Да. По делам. Это вот... Я тихо? Мам, ты Ваня подстригла. А Илюша сейчас вот подстригается. Он нас вед. Сидит. Мам, он прошел. Сейчас пострижемся и дальше пойдем дела делать. Ну, по магазинам, само собой. Друзья, знаете, почему тихо надо говорить? Потому что мама сказала, что... Друзья, народа нет, я сейчас... Ну, что ты отворачиваешься, ну, Вань? Ну, в общем-то, здесь классно. Я утром сказала, фу, тут неинтересно, неинтересно. Почему это интересно стало? Да нормально. Короче, по делам мы. По больницам и по делам. Еще в платную поликлинику ездили, анализы сдавали. Так что дела делаем. Идем туда, Вань. Сейчас Илюша у нас красивый будет. Он мне не доверился, чтобы я его подстригла. Вот он, спортсмен. Вот он мой, Лыска. Ага. Прям коротко-коротко тебя подстригли, прошу. Я попросил. Прошу, прям здорово. Такой пацанчик у меня в кепочке. Да, пацанчик. На то расчеты был. Пацанчик наш вышел на работу. Кстати говоря, у нас новость. Да, сынок? Да. Все. Все дела переделал. Сессии, все шмейсии. И пора на работу опять выходить. Да. Со своими пацанчиками я приеду. Вот работа я. Да, и проезжаем мимо работы как раз. Слушаем. Все, немного мы дел сделали. И в больнички съездили во все какие надо было нам. Ну, я имею в виду, я про себя сейчас говорю. Потом про тебя скажу. Обязательно. Я свои дела не делал дома. Ну, сейчас там мы приедем, да, делаешь ты свои дела. В общем, в поликлинике были мы сегодня. Потом поехали в платную в город. Анализы сдавали. И они мне. Вот, потом в парикмахерскую съездили. Подстригли Илюшу. По магазинам, само собой, как без магазинов. И сейчас вот теперь нам в машину Илюшину заняться. Да, сынок? Сам скажи, куда мы сейчас поедем. Мы едем менять масло. Масло. Можно было бы, конечно, это сделать самому, но мне лень. Поэтому я еду менять масло. А там у него скидка по студенческому билету? Да, у нас так с собой. Я сейчас еще студент. Да. Ну что, так? И где? У меня с машины, значит, не снимала. Да, там там домашний парень. А что тут, какие у тебя тут данные-то? Мои личные, приватные мои данные. Все, всем тебя сдала. Всем. С потрохами. А вот теперь наступила настоящая обустовская погода у нас. Когда солнце жаркое, но ветер единой. И, в общем-то, такое вот состояние, что... Доварищи пассажиры, пожалуйста, не мельчите своими штуками. Камерами. Всякими. Всякими. Да. В поле обзор водите. И свентиляйтесь. Короче, и жарко, и холодно одновременно. Все. 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 Друзья, всем привет. Привет, сейчас будет распаковка. Вот коробка. Сейчас будет суперская распаковка. Давай. Смотрите. Приора. Я люблю Приору. Приору. Друзья, машинку подарили на день рождения. Она дошла. Ну, вот. Вот такая вот Приора. Показатель того, что машинка ребенку понравилась. Забыл, что он делал распаковку. Играет. Сынок, что ж ты не покажешь? Ты что здесь открывается у этой машинки? Какая она крутая. Ты что ж про ребят-то забыл? Смотрите, ребята. Багажник открывается. А дверки? Да. Дверки. Ну, тут дверки открываются. Ну, крутяк. А, это открывается капот? Нет. Ты доволен? Да. Илюша на день рождения друг его подарил такую вот машинку. Приору. С подставкой. Да. А Илья ее прикрутил к себе. Вань такой. И я такую же хочу купить мне такую же машинку, как у Ильи. Он... Она была с подставкой. Но я решил без подставки. Ну, Илюш, ты прикрепил, чтобы она там просто не упала. А тебе-то надо катать, играть. Угу. Вот такая вот красота. 404 рубля она стоит. Нифига себе. Ну, все, играй. Ужин делаю. Макароны вот поджариваю на сливочном масле. Сейчас они меня зажарят, как следует. И погрею мясо. А сама тем временем делаю салатик. Будет вкусный ужин. Ну, что, вот такой вот простой, но самый вкусный в мире ужин. Салат с чесноком. Салат с луком и чесноком. Мясо с поджаренными макаронами. Кстати, это говядина. Красота и вкуснота. Приятного аппетита. Муж приехал домой, приведет джентльменский набор. Теперь у нас семечки. Обязательно должны быть в доме гудок. И малороженая коровка из коренотки. Без него нам жизни нет. Но к джентльменскому набору добавилась еще сегодня и дыня. Я ее уже помыла. Сейчас нарежу на кусочки. Будет моим мужиком счастье. Кстати говоря, купил 8 штук. Мы уже по одному, по два не берем. Нам этого мало. По два и берем как раз. На каждого. Потому что все стали есть. Но я, наверное, прекращу. Как говорится, в одном одноименном мультике вкусновато, но маловато. Ну, короче, очень вкусно. Прямо мы на него жестко так подсели. А в другом мультике еще говорили, что застыгял? Это потому, что кто-то много ест. Да. Скоро про нас будет всех.